Рад вас приветствовать в российской газете. Сегодня мы собрались на презентацию книги Максима Макарычева «Фидель Кастро». Несколько слов о виновнике нашей встречи. Максим Александрович Макарычев, опытнейший журналист-международник, работает в российской газете 16 лет, прошел за это время путь от корреспондента до заместителя руководителя международного отдела. И побывал более чем в 30 странах, вообще с удивительной географией его поездок. Отовсюду он слал свои страстные и актуальные репортажи, такие же страстные, как книга. Я ее прочел и это отметил в ней. Побывал в горячих точках, руководил редакционным штабом газеты во Владикавказе. Тогда, во время конфликта 2008 года, мы выпускали газету на месте, и это была заслуга Максима. Часто бывал на Украине во время драматических событий. Но, конечно, творческая биография Максима – это только миг по сравнению с биографией, с историей серии «Жизнь замечательных людей», нашей старейшей и, прямо скажем, легендарной книжной серии. Да и издательству, которое ее сегодня издает «Молодая гвардия», исполняется в этом году 95 лет. Мы хотим поздравить все вместе издательство, его коллектив и его руководителя, Валентин Федорович Юркин, генерального директора издательства. Дорогие друзья, в огромной задумчивости прежде всего я хотел бы Максима поздравить, и не только поздравить с блестящей книгой, но и поздравить вот с этим фильмом. Потому что многие сейчас из сидящих здесь на несколько минут окунулись в эту великую страну, великой Кубу, великий народ и, конечно же, блистательного героя всей нашей современности Фиделя Кастро. Я бы хотел поприветствовать посольство Кубы, с которым мы находимся в очень дружеских отношениях. Кстати, не так давно мы выпустили книгу о Рауле Кастро. У нас есть такая серия, кроме классики Жезаэл, есть серия Жезаэл «Биография продолжается». Там много славных имен, в том числе наших, так сказать, современников, и часть выдающихся иностранцев, в частности, книга о Рауле Кастро. Мы презентацию проводили вместе с министром Лавровым. Мы сожалеем, что министра сегодня отсутствует, но мы знаем, какие тяжи этой эпохи он несет на своих плечах. Поэтому и от имени молодогвардейцев, и от имени присутствующих хотелось бы в любом случае передать ему пламенный привет и пожелание на его таком очень сложном и трудном поприще выиграть, потому что сегодня в мире идет очень серьезная борьба. Кстати говоря, книга Максима Макаровичева о Фиделе Кастро – это вклад в силы добра, в силы, которые противостоят, в том числе, между прочим, Соединенным Штатам Америки, руководящей элите, которые ощущение, вот у простых граждан России, ощущение создается, что они сумасшедшие и становятся очень опасными. И пример Кубы, которые 50 лет стояли, несмотря ни на что, вот с этим великим лозунгом «Патрио Муэрто» – это, конечно, колоссальный пример, это вот та сила, которая должна сплачивать общественность. Сегодня отношения России и Кубы снова вышли на уровень стратегического партнерства и о том, какое внимание уделял Фидель России, мы попросим рассказать директора Департамента Латинской Америки Министерства иностранных дел России Александра Валентиновича Щетинина. Валентинович, поздравления вам. Действительно, поздравления искренние. Валентинович, тоже благодарность за это издание, за рассказ ваш сегодняшний. Но уж если мы вспомнили Иосифа Николаевича Григорьевича, вспомнили его посольскую деятельность, мы видим детали, что он был послом Ватикана-то не нашей страны, а он был послом Ватикана в Ватикане от Коста-Рики, что показало его не просто высочайшее профессиональное качество, но и обошли в мнении разведчика. быть настолько вошедшим в легенду, что иностранные государства доверивают ему свой дипломатический пост. Я хотел бы приветствовать наших коллег из посольства Кубы, которые здесь и ведут очень большую работу, действительно очень ценную, многогранную, для того, чтобы отношения между нашими странами развивались так, как они должны развиваться. Отношения дружбы, отношения самого тесного и доброго взаимодействия. Я хотел бы передать собравшимся самые добрые пожелания от Сергеевича Лаврова. Он знает о том, что у нас проходит сегодняшняя презентация. Он уделяет очень большое внимание развитию отношений с Кубой. Сам неоднократно бывал на острове в этой стране. С Федерем провел, по-моему, не один час, то есть, по-моему, точно совершенно не один час и неоднократно, включая их последнюю встречу полтора года назад во время последнего визита Сергея Лаврова в Гавану. Огромное спасибо за те кадры, кинохроники, которые были показаны. Действительно, очень хорошая тема и подобрана очень хорошо. Спасибо большое, Максим Александрович. Действительно, отражение того, что есть Куба и что есть Фидель. Вот, наверное, это тот случай, когда в несколькими мазками можно действительно очень глубоко и тонко проникнуть в душу и кубинцев, и то, что есть, значит, Фидель для нашей страны. Вообще, выход биографии Фиделя в серии «Жизнь замечательных людей», на мой взгляд, это очень правильный и своевременный шаг. Ватин Юрьевич сказал, что есть 1650 томов. Ну, разные люди, наверное, там присутствуют в этой серии. Но вот я думаю, что Фидель – это из той когорты, когда название серии «Жизнь замечательных людей» совпадает на 100 и более процентов. Это действительно, это человек эпоха, это человек легенда. Это человек, который на протяжении 60-летий не просто был руководителем своей страны, это человек, который на протяжении 60-летий в немалой степени влиял на ход развития мировой истории. Был символом, был маяком, был тем ориентиром, камертоном, который был важен и который действовал не только в отношении своей страны, конечно, в отношении своей страны в первую очередь, не только в отношении региона, который он представлял в Латинской Америке. Это был истинно лидер мирового масштаба. Вторая половина XX века, начало XXI века, немыслимо без оценки того влияния, которое сыграла на них Кубинская революция и лично масштаб деятельности Фиделя Кастро. Он стал для многих стран, для многих народов символом борьбы за социальную справедливость, за лучшую жизнь, и этот символ, он остался с ним. И после его ухода, несколько месяцев назад, все равно этот символ с Фиделем ассоциирован навсегда. Это очень важная черта книги, которую мы сегодня имеем. Вы понимаете, есть такая тенденция оценивать исторические события с точки зрения тех, каким мы являемся сегодня. Приносить те осуждения, те критерии, которыми мы живем сегодняшним днем. Очень важно всегда оценивать политических деятелей, исторические фигуры, исходя из того исторического международного контекста, в котором они жили и творили, и существовали, и действовали. Вот именно оценка Фиделя, исходя из той очень сложной, неоднозначной, противоречивой истории, которая характеризовалась Тараповой на 20 века, понимания роли Фиделя в том контексте. Конечно, все-таки понимание нас самих, какими мы были в те годы. Вот это очень важно, потому что без этого невозможно оценить исторический масштаб Фиделя и тот вклад, который он сделал в мировую историю. Потому что, просят меня наши кубинские друзья, история Фиделя – это наша история. Это история теми, какими мы были. Это история теми, как мы видели лучшую жизнь, со всеми нашими проблемами, со всеми нашими недостатками. И что реально в отношении Фиделя – это совершенно унивительный символ человека, который может быть искренним и верным. Верным тем идеям, которых он был убежден и считал правильными. Верным в отношении друзей, которые были его друзьями и которым он был верен до конца. Это удивительный совершенно урок для многих из нас, тем, кто живет в нынешней ситуации тоже. И мы предоставим слово советнику посла Барбаре Сарабиа Мартинес. Пожалуйста, Барбара. Уважаемые друзья, специально Валентин Александрович за такую книгу, которая нам дает возможность собирать такое количество людей, которые здесь нас соединяют перед фигурой Фидели Кастро. Спасибо огромное за вашим упором, с этой личностью, которая является, как говорил наш дорогой друг, директор управления Латинской Америки, Амигу Четинин, друг Четинин, верный друг Кува, как Кува является верный друг Российской Федерации. Прежде всего, я хочу тоже пользоваться этим местом для того, чтобы поблагодарить вам всем, особенно средства массовой информации и людей, которые здесь присущи, за ярким выражением любовь Куба, личности Фидели Кастро во время его смерти и вашим пребыванием к Кувинскому посольству. Просто мы в чок еще за смертью команданта. И еще мы не хорошо осознавали, что он умер, если это честно говоря. Я слушаю, смотрю песни, как раз я была на Куве, я только несколько месяцев здесь, и была такая фатальная новость о смерти Фидели Кастро. И мы просто так плохо чувствовали, что даже мы не могли хорошо работать почти целый месяц. Прежде всего, нам был прекрасный момент сейчас для того, чтобы найти и встречаться с новыми друзьями, которые сидят здесь. Я очень благодарна, еще раз повторяю, за все, что наш ученый уже, потому что он очень опытный человек, который долго уже пишет, и Акулы по-разному, специалисты огромные. Спасибо за эти книги. Специальный посоль выращает большое уважение к нашему Максиму и предлагает ему представить книги в нашем посольстве тоже. Будем договориться в мае, как-нибудь определенные даты, когда мы будем встретиться и пригласить тоже друзей, для того, чтобы сделать новый выпуск книги там у нас в посольстве. И, конечно, поблагодарить всем вас за ваши присущие здесь, за ваши теплые слова, за ваши хорошие мысли о Кубе. Я только хочу сказать что-то. Куба – верный партнер России. Некоторые говорят, что партнеры не всегда, не вечны, потому что меняют. Куба никогда не меняла позиции по поводу России. В самые трудные времена, когда я еще была в 90-е годы, ученая по международным отношениям, по поводу России и бывших странами, и началась здесь у вас в 90-е трудные годы, Фидель сидел с ученым, и нам просили только бремя. Сказал он, нам держаться только надо еще 2 или 3 года. Сейчас мы будем пережить очень ужасный период, не просто специально. Просим вас все держаться. Мы не будем бросать ложь, мы не будем бросать мусора на Советском Союзе, мы не будем бросать мусор на Россию. Мы будем держаться. Мы знаем, что это просто переходный период только для них. и будем держаться всегда вместе с Россией. Это были их слова. И ученые, которые мы занимали вопросы по международным отношениям, тихо слышали его слова. И он, в конце концов, был прав. Россия пережила свое время. Находится сейчас на лучшем положении на международном мире. Мы доказали, что мы очень уважали Советского Союза и потом очень уважали Российскую Федерацию. За то, что мы очень благодарны за все помощи, которая была от Советского Союза, за все помощи, которая и сейчас современная Российская Федерация, конечно, делает с Кубой. И мы благодарны за все, что на будущее мы и сейчас, и на будущее будем стратегические партнеры. Мы очень благодарны тоже на вашем министре иностранных дел, господин Лаврова, который очень уважительно обращался к нашей стране, как и мы к вам. Спасибо вам большое. Могу еще много сказать, но очень эмоционально, конечно, здесь присущие наши здесь. И еще раз повторяю, Куба всегда будет рядом Россия, и об этом вы не занимайтесь, хотя мы маленькие. Мы такие маленькие, но очень мощные, потому что мы пришли уже больше, чем 50 лет блокады, стояли, и мы платили цену жить такого огромного империализма, как Америка. Они нас не любят просто потому, что мы независимы. И не любят, потому что мы стояли все время рядом тоже в России. И, конечно, когда идут самые последние переговоры, которые вы знаете, между США и Кубой, там кто-то спросил, там наш Раул Кастров. Но сейчас у нас отношение, как наладится США, а там Россия как будет, а он сказал, вы говорите Россия, это не наш общий вопрос. Россия это наш стратегический партнер. И точка, все. Итак, это все, что мы хотели вам сказать, что мы будем держаться, держаться будем. Сменения будут, будут, потому что новые времена. Но у нас задача впереди. Поэтому спасибо вам всем. Спасибо всем присутствиям здесь прямо. Спасибо вам еще раз, Максим, за вашей книгой. И благодарю всех вам за вашей присутствиям здесь. Спасибо огромное. 5 сентября 2008 года стартовала, так сказать, моя литературная жизнь с презентации. Сидела на том же месте. Принимали участие наш посол Александр Иковенко. Нынешний в Лондоне, который бьется с англосаксами. Тогда замминистра иностранных дел Евгений Максимович Примаков, который рассказал удивительные слова о своей встрече с Фиделем, о том, как Фидель очень полюбил гречневую кашу и спрашивал рецепт ее приготовления. Вот время летит крайне быстро. Скоро уже Новый год будет, как говорят. Девятая книга эта вышла. Но, считаю, книга, может быть, самая пронзительная, действительно, если я беру свою публицистику, документальное творчество, с удовольствием откликнулся на приглашение, на просьбу издательства моих хороших друзей написать полноценную книгу Фидели Кастро. Был декабрь месяц, месяц депрессивный, конец года. Я накапливал материал, собственно говоря, ставясь своей целью выкинуть из предыдущей книги различного рода цифирь, вписаться в тот же формат. Но чем дальше я гуглил и встречался с людьми, тем больше я понимал, что книга, она выйдет явно за рамки вот этой вот книги. И тогда я решил просто-напросто переписать пролог, предисловие в легендарном ростовском университете, не этом, Южном Федеральном, который сейчас существует. Сейчас два друга присутствуют здесь, специально из Ростова приехали, мои близкие друзья. Мы заканчивали Ростовский государственный университет, который создал, как таковым сейчас является, гениальнейший человек Юрий Андреевич Житанов. Это титан научной мысли. Я благодарен Ростовскому университету, факультету журналистики, которую я закончил. Меня учили так, Максим, должна быть первая фраза, должна быть последней, бить фраза, чтобы люди запоминали. Некоторым людям, понимая их занятость, вручая вот такой вот фолиант, я говорю, ладно, я знаю, что вы по объективным причинам в силу занятости не прочитаете, но читайте, говорю, пролог и эпилог, там все, что автор хотел сказать, там написано. Ну и, собственно, в этом прологе я тоже убрал немножко неактуальные уже вещи, усилил его, и в большей степени усилил отрезок Фидель в 21 веке. Когда умер Фидель, не даст моя спутница соврать, было утром, не пришли соболезнования. У нас начали поступать соболезнования на СМС. в 8.30 утра, не дай бог, душа ушла в пятки. Потом, значит, одел очки, экспрессоник, там что умер Фидель. Ну и, собственно говоря, где-то за час сорок я написал эссе, которое вышло сначала в интернете, потом в газете в понедельник. Значит, и лились слезы, реально. Алексей Андреевич присутствовал на планерке, я рассказал тоже, как это все случилось. Ну и с 4 по 11 января, тратя где-то 6 часов, я сел и написал, переработал эту главу Фидель в 21 веке, при этом обнаружив массу весьма интересных для меня фактов из англоязычной и франкоязычной прессы о том, кто такие современные кубинцы. Я поразился, например, тому, не знал об этом, что кубинцы в центре Парижа строят пятизвездочный отель. Это к тому, что те же западные СМИ обливают, что кубинцы, дескать, ленивые и только танцуют и пьют ровно. Это полная чушь. Многие сейчас говорят, что Куба при должном развитии экономики может стать Гонконгом Карибского залива, я с ними полностью согласен. В тот же день раздались мне звонки с различных каналов, с радио и так далее. Интересовал не Фидель, интересовала тема такая, умрет ли Куба, пойдет ли под американцами. Я, естественно, все это отрицал, пригласили меня на передачу к Соловьеву, но это была страшная, скабрезная передача. Я не смотрел, когда Жириновский в субботу, при этом вещая всем агентствам, какой великий Фидель, в воскресенье его поносил. Это был просто дикий кошмар. Я, Господь меня уберег, что не пошел на эту передачу. Потом начал интересовать некий внебрачный сын, объявился, я купился на... Не то, что купился, меня заманили, как главного специалиста по Фиделю в России, а на экран этого шоу, проплаченного у Корчевникова. Прямой эфир, пригласили какого-то клоуна проплачиванного, он стал говорить, что он небрачный сын Фиделя. Ну, в общем, мы вот сражались с Михаилом Марковичем Макаруком, но все эти наши вырезали вещи. Я к чему говорю? Гиены могут плясать возле трупа мертвого льва, но гиенам никогда не стать львами. И все эти пляски, будь то в Майами, тех, кто потерял свою собственность, их потомков, и слова таких политиков, тире одной партии, как у Жириновского, это говорят, от них останется брызг и пыль, а имя великого Фиделя останется в истории. Хотя, конечно, меня упрекают в том, что я попадаю под очарование Фиделя, но я не попадаю под очарование, я просто... Я и пишу о его сложном характере, то есть здесь как бы эмоциями я не переполнен. А то, что Фидель оставил своей нацией, я вам хочу так тоже немножко мазками примеры показать, которые для меня тоже один пример был откровением. Начну с другого, здесь тоже присутствует мой товарищ, который меня сопровождал по Кубе в свое время, уже 11 почти лет назад, и мы проезжали мимо одного местечка, он мне сказал, ты, говорит, не поверишь, здесь существует мало кому известный в мире центр, где нельзя смотреть без слез и горя на тех детей, которые там находятся. Это были дети с ампутированными конечностями, с физическими родствами, дети Чернобыля. Так вот, значит, в конце 80-х годов ЦК Комсомола Украины обратилась в различные мировые столицы, потому что не знали, что делать. Дети рождаются с отклонениями, с увечьями. Значит, нет сил, нет средств, нет врачей, чтобы их лечить, никто не знает, что делать. Значит, сильные мира сего отвернулись от чернобыльских детей, и тогда в Киев приехала делегация кубинских врачей, телеграфировала посольство, значит, консульство тогда было Кубы в Гавану, что вот такая ситуация. Телеграмма дошла до Фиделя, он собрал совещание Политбюро, и принято было на государственном уровне программа поддержки детей Чернобыля. Тогда уже свертывался ручеек помощи Кубе Советского Союза. Был исторический визит Горбачева на Кубу, когда академик Хачатурян тогда сказал, написал, использовал это в книге, что Фидельс смотрел на вот это происходило, то, что Варень Перегоров, как смотрят на покойника, понимая прекрасно, что все рушится на глазах. Тем не менее, принято это на государственном уровне. Дальше Фидель обращается к детям кубинским с просьбой выделить, то есть это не волевое решение, а с просьбой выделить этот. Ребята, вы можете выделить свой лучший пионерский лагерь имени Хосе Марти? Дети отвечают согласием. И первую партию детей, 120 человек, самолет был за ними выслан, встречают он у трапа самолета и этих детей перевозят туда. При этом первое, что он говорит окружающим, значит, не надо не афишировать нигде, ни в страницах местных СМИ, нигде в мире, что мы осуществляем такую программу. Сейчас бы сказали, то есть он сказал, не пиариться. Так вот, нищающий Кубе, значит, которая выжила совершенно, благодаря, я считаю, исключительно силой воли и качеству его лидера и качеству кубинского народа, нищий Кубе за 15 лет, это стоило 350 миллионов долларов из бюджета. Украинские власти платили только за перелет кубинских детей. За это время было сделано, оказана помощь 20 тысячам украинских детей с увечьями, в том числе сделано 6 бесплатно сложнейших операций по пересадке костного мозга, сотни других тяжелейших операций, все это бесплатно. Кубинские семьи несколько лет выделяли треть своего рациона риса, знаете, там порционно это все было для этих детей. И вот приходит проамериканский, я тут сдержусь перед камерами, кандидат Ющенко, и Ющенко прекращает эту программу спустя 15 лет, потому что это не понравилось Соединенным Штатам. Это я к тому говорю, что есть такие понятия чести, совести, благородства и низменных поступков. Второе качество. Выживет ли Куба? Конечно, выживет. Во-первых, сильные. Куба, как никакое государство, другое. В Латинской Америке пострадало от колониализма. Я это говорю в любом интервью, что кубинское национальное сознание изранено двумя формами колониализма. Это испанское владычество, а до этого еще конкистадорские всякие вещи, когда было истреблено несколько миллионов людей, привезенных из Африки. И затем вот это новое неовладычество американское, когда обошедшая фотография в 1898 году, когда пьяный американский солдат мучится на памятник Хосе Марте, апостола кубинской революции. Это, конечно, эту фотографию знает каждый кубинец. И чтобы позволить, чтобы американцы туда вернулись, опять превратили Кубу в туристическо-бордельный предаток, как они мечтают, такого никогда не будет. Чувство национальной горности, это вот что научил Фидель свой народ. Сегодня была у меня еще такая задумка, есть великолепный ролик тоже в Ютьюбе, это цитаты Фиделя. Так вот, некоторые цитаты, конечно, ну мы все знаем его выступления, они очень были длинные, да, это как бы покойный посол Дмитриев говорил, что это сначала идет такая основная мысль пробрасывается, потом вроде как, думаешь, поток сознания, поток сознания, в это время идет огромнейший магнетизм, человек попадает на эту волну и идет в этой волне, потом Фидель уже в конце своего выступления снова формулирует, обыгрывает эти свои тезисы. Так вот, тем не менее, у него были такие рубленые фразы, которые, конечно, сохраняются в памяти, например, как эта легендарная фраза в памяти Че Гевары, воин может погибнуть, уйди и не погибнут. Фидель как-то сказал, когда ему было 60 лет, то историю мне рассказывал Николай Сергеевич Леонов, который хотел очень сильно прибыть, но не смог прибыть, надеюсь, мы бара-бара пребудем вместе, глотнем чудесного рома, солнечного напитка и поговорим о кубе Фидели в мае месяце. Так вот, Фиделя на 60 лет спросили, Фидель, один из иностранных журналистов, спросил, 76-й год, боитесь ли вы смерти? Ну, вот юбилей, набрался храбрости, сказал, вот о чем мне бояться смерти? Я говорю, бояться смерти должны те, кто ничего не сделал, а я сделал очень многое. Правильно, бояться нужно не смерти, бояться нужно пустой жизни. И пример Фиделя говорит о том, что совершенно уникальный, для меня, например, загадка. Вот говорят, человек может использовать 10% своих возможностей, использует, вернее, 10% своего головного мозга. Есть такой фильм, область из тьмы, там Роберт Де Ниро играет. Суть в том, что нашли таблетки, там человек за два дня и заглотает с последствиями для себя, и за два дня там учит любой иностранный язык и так далее. Но фильм показательный тем, что действительно есть границы человеческого мозга, они беспредельны, они безразмерны, и Фидель, для меня, например, необъяснимо, то, например, с медицинской точки зрения, как 50 лет подряд можно спать, значит, ложиться 4-5 часов утра каждый день, вставать в 10-11, потому что Фидель сам говорил, после операции в 2000-х годах, последний раз я спал 8 часов в жизни, это в горах Сера Маэстро, то есть 50 лет находиться в состоянии такого стресса. Второе, это ораторское искусство, а ведь Фидель в детстве смог сдать экзамен в школе только с четвертого раза, то есть он заикался и так далее. И вдруг такой трибун вышел, то есть говорили многие люди, что женщины не испытывают такого удовольствия с своим мужем, как они испытывают на время митингов Фиделя, а Алина, это беглянка, его распутная дочка внебрачная говорила, на митинге, говорит, я сама видела, приходят убежденные противники, которые его клянут, а в конце вместе со всеми в экстазе говорят, социализм и несмерть, да здравствуй социализм, это совершенно необъяснимое, вот этот магнетизм, миллионная толпа, внимающая пяти-семи-часовым речам, это, такого в мировой истории больше не повторится, был последний такой человек, Куга Чавес, но тоже, знаете, трагическая судьба какая, и феноменальная память, это тоже для меня совершеннейший нонсенс, люди, мне говорили, ветераны тоже, общества, он помнил тех людей, которыми имел мимолетную встречу 20-30 лет назад, это я не знаю, чем объяснить, тут вылетает все из твоей головы уже на следующий день, с кем ты встречался, смотришь визитку, вроде вспоминаешь, так вот, это с точки зрения человеческих качеств, я их раскрываю в книге, эти человеческие качества, ну, конечно же, как говорил Габриэль Гарсио Маркес, без карибской магии здесь не обошлось, еще одна цитата у него такая есть интересная, я уйду, тогда, когда президентом США станет афроамериканец, а папой римским латиноамериканец, так вот, мы все знаем про Обаму, и в 2014 году францис стал, мне, в принципе, стало ясно, Фидель, конечно, знал, меня спрашивают, знал ли Фидель, когда он уйдет, я отвечаю, твердо знал, он дал миру отпраздновать и Кубе 90-летия и ушел, потому что те фотографии, которые я видел с 13 августа прошлого года, театр Карла Маркса в Гаване, с этих торжеств, это был Фидель, безусловно, Фидель, боровшийся с болезнью, Фидель, изможденный, но уже глаза, как говорил Сергей Викторович Лавров, встречавшийся с ним в 15-м, по-моему, году, он говорил, глаза, как же, говорит, они блестят, глаза уже не блестели, он прощался, он прощался с нами и ушел, ушел потрясающе, ушел день в день, 60 лет, после начала высадки Гранмы, это тоже символизм, посмотрите, какой символизм похороны, ведь похороны, во-первых, были, он не хотел леть, как кремлевские старцы, которых 2-3 дня там выставляли, это в забальзамированный труп, он попросил кремировать его и урна с прахом прошла ровно к противоложному маршруту, что пошел марш свободы с 1 января по 9 января 59-го года и сейчас попрощалась с ним вся Куба, так вообще, как апогея этого символизма, этого мифа, кубинской революционной сказки, это, собственно, место захоронения Фиделя, это, во-первых, согласно я так понял его завещанию, это, во-первых, трехтонный валун с тех самых гор Сьерра Маэстро, которые всегда его тянуло революционную метущуюся душу, это отверстие, куда, значит, положили урну с кедром, кедр это было любимое дерево коменданта, и им было засажено поместье в Биране, которое в свое время для сахарного тростника именно освобождали от кедра, и, опять-таки, нет ни имен, в смысле, нет ни дат, ничего, кто такой, простое имя Фидель, и это имя Фидель теперь смотрит на те горы Маэстро, где начиналась кубинская революционная сказка «Путь свободы». Но по поводу, еще один вам пример приведу, немножко отвлекся, это совершенно потрясающая история такого писателя, американского мужа, Мэрилин Монро, одно время был, Артур Миллер, так вот, я просматриваю американские издания, которые писали очерки о смерти Фиделя, но я беру такие более-менее нормальные издания, в том плане, которые не просто сплетни там переписывали и так далее, а вспоминали воспоминания соотечественников, американцев, так вот Артур Миллер говорит, однажды я сидел на набережной, ну, я так понимаю, это где-то был конец 60-х годов, 70-е годы, на набережной Малекон, всем известный, кто был на Кубе, рядом с двумя, говорит, невзрачными, такими, несимпатичными мне двумя молодыми кубинцами, небритами и так далее, вдруг останавливается, говорит, машина, такси, из него выходит совершенно ослепительная женщина, гордая такая, осанка соответствующая, и у ней в руке, значит, пакет продуктов, в другой руке цветы, вот, ну, и она пытается достать кошелек, это не получается, она не может, вот подбегает, два к ней эти кубинца, и у Миллера, говорит, первая мысль, ну, все, сейчас, говорит, возьмут, у нее свистнут и кошелек, и цветы там это, и убегут, так эти два кубинца, один берет цветы, другой берет пакет, эта девушка достает кошелек, также гордо достает деньги, отдает таксисту, кладет кошелек в сумку, и уходит с этими вещами обратно, молодые люди молча садятся на лавочку, он говорит, я понял, что, говорит, главное заключалось даже не в том факте, который поразил меня, не в том, что они убежали, а в том, что эта девушка восприняла эту помощь как должное, а эти парни, которые мне казались сначала бандитами, они не попросили у нее ничего, и тогда я понял, что Фидель Кастро внушил своей нации, это неистребимое чувство с человеческой солидарностью, так вот, это чувство человеческой солидарности, с чего начиналась революция, вот, эта фотография выбрана без меня, но она демонстрирует то, на чем держится кубинское общество, вот на этом, локоть к локтю и помощь другу как к брату. Собственно говоря, на этом я хочу закончить, теми же словами, что я заканчиваю все презентации, включая крайнюю презентацию до этого Валерия Харламова, честь не продается, совесть не продается, родина продается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!